всем привет друзья перед вами сражение двух топов вилдун и трэф против строгача и голд бустера на вилдун играл я на трэф играл трэф кто там играл на бустере строгача точно не знаю поехали на голде спор ящиков стандартный тут я на самом деле немножко мало взял хотя они нормально в общем более-менее нормально там уже один-два ящика такое дело даже больше ускорим бой бой долгий и поэтому буду много ускорять план на бой был у меня поиграть его хам у трэфа кричитами и план бы удался если бы я не вылетел минуте на 10-12 примерно я вылетел и пару минут вообще в бою чувствовал в это время мои войска разобрали я уже прорвался на базу меня вырубился хам и вот примерно там я вылетел и сливался из-за этого соперники успели отстроиться построить оборону и наклепать армии короче бой затянулся очень сильно затянулся тут у нас третий уровень штаба торы уже у меня два завода ягуара в один завод в миллионам и дикобразы вот меня отряд уже готов на 7 минуте я готов атаковать ждем пока налетит наш напарник на верхнего налетел и вот атакуем так смотрим на его базу тут база пока еще небольшая мы все не успеем вынести вперед строить двор поставить ракетки это мой шанс мочим ракетку налетает кречка тут уже куча пвушек и вот практически пустая база который стоило бы выносить но не только было точнее не так и прорывались и дальше будет очень больно я стою издалека очень издалека и в принципе уже можно было сейчас прорываться но я а вот по моему здесь не здесь позже позже вылетел тут я еще успел прорваться подъезжая поближе я включил золотой воздух чтобы от торов не отхватить я уверен что там уже наверняка торы и поэтому чтобы не рисковать лучше на золотом воздухе чем на золотой атаке иначе можно получить плюх и очень больно получить смотрите у меня очень-очень большая армия ягахама вот и торы кстати которая пролетает мимо против него снизу играл строго чили густер хамелеон успел отвести это очень хорошо но и задержался на одном месте это мой косяк очень большой косяк это отличный мишин для торов в принципе можно было разносить базу и заканчивать бой но нет это было два миллиона один садится второй включают постоянных меня тут постоянно под облаком зевси мне особо не страшны на данный момент только торы ракетки там грады и такое здесь и не очень часть моей армии едет точку c легка скажу что не надо тут его атакуют такие вот торы накрывают и выносят не часть армии тут уже вертик подлетел я включаю золотое производство и по моему где-то в этом эпизоде я вылетел точно сказать не могу но судорожно пытался добить его базу вылетел и слился слилась атака абсолютно полностью тут в это время моего напарника атакует но он справится там и так все страшно но здесь и без раскладки очень-очень легкая мишень ракетка похода строится раз сигнализирует а вот здесь да и здесь вернулся на 300 км в игру и опять вылетел попал под торы вот часть моей армии прорвалась и я стою на базе но без каких-либо движений то есть идеальная мишень надо было проезжать дальше или подождать за этих миллионов лишь потом нападать атаку меня в легкую тут разносит мою армию лёха уже бомбит я возвращаюсь в бой и продолжаем игру но инициатива потеряна тут уже миллион бункеров и короче все слито все очень плохо дело идет к ферме торы летают кстати так и не определил вообще в течение боя кто был сверху кто снизу зеленый там кто синий трудно понять по зевсам пытался определить у кого зевса мощнее но но не понял такие большие замесы были что трудно было разобраться чьи здесь и дальше бьют в общем то это не так уж и важно голд бустер фуловый строгость тоже фуловый пробивает но мимо пробивает и я выдвигаюсь вперед готов его атаковать в свою очередь лёха тоже готов атаковать мимо кречета включаем золотой воздух который не получать и смотрим тут стенки строят отчаянно не дают прорваться на базу супер стиловая тактика во время атаки соперника строить стены и накрывать торами не давать поехать это же супер просто невероятный стил для этого надо иметь но такие тактика может допускается а раз таки тактика допускается они будут пользоваться в конечном итоге стены и торы зарешали эту атаку но мы не сдаемся продолжаем просмотровать наших оппонентов этот раз снизу пытаюсь заехать и тут опять стенки которые мою армию разделяют или накрывают сверху торы это полнейший бред я не знаю как с этим бороться только издалека мамонтами но мамонтов тоже торы накрывают короче говоря это очень орудно закрываем все проходы стенками и мощь от сверху трудно с этим сражаться ничего практически нельзя делать я смотрю тут на мою базу уже торы нападают в общем все плохо на данный момент это идиотская тактика рушить все планы опять оттенки зевса будет применительным огнем но будет мимо я заезжаю снизу опять торы накрывают такие очень жесткие замесы вот давайте так ускорим зевса ступили это знак что сейчас наверняка торы по кругу не торы грабы грабы атакуют и синий пригласил их зевсов на помощь мы стоим по разные стороны лёху и лёху тут разносит я пытаюсь максимально далеко достать своими ягодами но от тора потерпают постоянно опять тор попал рады свои свои же стенки мочит интересно интересно но на этот раз уже не по стенкам а вот это вот это и пролетели и опять крышка в армии абсолютно без шанса против торов тут стоят кучей пвошек и моча торами то есть крышками тут не полетаешь я пытаюсь выдвигаться в нижнюю точку на нижнюю базу двигаюсь чтобы его отвлечь чтобы он торов своих не кидал наверх я тут постоянно до сюда стараюсь кататься чтобы опять же по тора не попадать торы мимо пробили отлично просто невероятная удача подъезжаем еще ближе и можно мочить строй двор еще раз тора мимо пробили такая красота все торы пробили мимо это лишний шанс как-то взялся далеко бьют наверно верно это стропать по крайней мере зевсов насколько далеко бьют что иначе быть может еще раз торы ай-яй-яй попал попал подрезал нехорошо получилось части двора была потеряна но с другой стороны я сейчас стою на его базе практически теряю хамелеон еще один хамелеон теряю и в принципе все разменял несколько зданий на фулк его почти не ну не фулк его там примерно половину команда хачков была занята этой армией пока он там на нижнюю базу отвлекался я отряд подогнал к верхней части карты верхнюю базу будем мочить так тут одновременно пытаюсь и нижнюю и верхнюю торы зацепили очень нехорошо получилось помощь синего помощь другу мочим строй двор чтобы он ракетку не построил мочим аэродром и сваливаем вот это получилось неплохой заезд получился небольшой отряд с хамелеоном нанес достаточно серьезные потери но хотя тут один аэродром в принципе он быстро отстраивается и поэтому не проблема тут он второй есть наверное надо было бы заезжать уже отсюда это было бы лучше но мы уже решили прожимать по проверенным направлениям соперник тут отстраивается ракеток нет еще вот уже есть есть ракетки я спалил яга и в общем потерял но это не не суть важно снеслись в дворе тут вообще надо было бы по-хорошему отступить или отступая потому что опасаюсь торов тут тут уже и грады в общем полный фарш в это время трефа тут сверху прессингует очень жестко прессингует в общем выхода нет кроме как строится делать ферму спло потому что но стороны иначе не так никак это так и не сделать потому что на базе соперника куча пвошек кречеты лопаются сливать тором можно только либо кречетами либо ферму вот их приходится идти ферму это от безысходности просто раш не удался кречеты падают пвошек и единственный шанс это уйти из ферма постоянно меняем место положение что соперник легко не попадал но все таки он разница половину армия бы почти все они там они фармуют но я короче отбился буквально чудом я тут очень неплохой такой отряд треф атакует но треф отбивается но тут свой отряд ягуары мамонты хамелеон плюс кречеты летают даже тайфунов кречеты потерпают очень жестко что же говорить про стационарные кло поэтому если хотите атаковать базу соперника ну тут можно было бы попытаться атаковать ядерками или льбатросами трудно тут придумать атаковать потому что вся база очень мощно укреплена много пвошек этим временем подстраиваясь к его базе потому что другого выхода просто не вижу альбатросы тут ловая конечно но боюсь что их не хватит против большой кучи конфидератских пвошек да и тем более сыновидит тары он максимально быстро точнее альбатросы он максимально быстро наклепает вертекса и мои альбатросы опять же будут бесполезны тут надо было сразу захватывать инициативу альбатросами тогда можно было бы а уже против такой против такой укрепленной мощной базы уже альбатросами идти тут можно было бы попытаться наверное но уже не попытались уже уже пошли в ферму в принципе вполне логично посмотрите какую базу строят синий и зеленый соответственно мы строим такие же база даже больше иначе их просто не победить отжимаем клетка за клеткой наступает вглубь базы тут надо послаться торов постоянно право так и смотрим зеленый тут на меня решила поездка такой шустрый естественно я отступаю очень такая мощная армия без щита без щита это очень хорошо с щитом было бы куда больнее в этот же момент уже проделся синего в общем навала очень конкретно менять двух сторон клещи берут мощными своими армиями а тут тут со щитом не так как у них продать строгачевский и строгачевые весы по щитом это просто убийство это потерял очень большую часть своей армии сижу на золотой обороне креста трех полетает помогаем его несутки в армию теперь отбились отбились и переключаемся на нижнего оппонента посложнее будет куда сложнее благодаря щиту забыл включить оборону и только сейчас я мог раньше уже атаковать отбиваться потерял секунд 23 секунд 23 не вели огонь и это очень плохо но в общем отбился тоже потерял практически полбаза передовые линии обороны потерял тут еще залетный тор который получил по заслугам соперник отступает я тут гренадер на стрелок это стрелок и потом можно и гренадера добавлял эту ферму общем полноценный фермозамес против торове стен мы можем противопоставить только только положитель подкройку базы вместе с мамонтами тут моя база пробивают кречитыми торами но все мимо ну то есть не мимо попадать попадать то попадают но много не выносят конкретно за меня взялись так то ли он залетил на базу то ли что такое а вот он мамонтами тут прессует стены построили чтобы на базу не прорвались не сидят сидят летают отступаем кречик меня спас соперник отступил в общем слишком рано я выдвигаюсь вперед наверное хотя в общем то не нормально получилось снегграды но получаю очень конкретных плюха такой толпы зексов под щитом тут никакой химилион ничего не поможет в общем просто отступаем как можно дальше надеемся на помощь пушек и кречиков соперник соперник решил что ехать вперед смысл нет по Станинградам атакуем хорошая конкретная толпа я вам скажу под щитом это все дело очень мощно выглядит плюс тайфуны которые хорошо справляются с кречами но соперник в общем решил не лезть на неприступные ряды обороны отступил для меня это только-только хорошо я перехожу в контрнаступление в армии не видать тут залетает кречитный треф уже не увидел что там было на базе что он атаковал так тут зеленый зеленый опять на меня нет это синий тут синий на меня идет сверху шустро очень шустро поехал сделаю этот круг снизу вверх я минирую тут варанами нижний проход пушками минирую под хамель и на синий статус отбит армии синева под щитом она очень крепкая я решил взять на заметку их супер топ-тактику и строю стенки чтобы он не продвигался вперед для мамонтов хорошая мишань которая эти зерцы которые стоят перед стенами Нижний проход застраиваю пушками и минирую Под хмельоном стою тут Чтоб меня не палили Отступил мой оппонент Я ставлю пвошку, чтоб спалить Куда он пошел, а тут уже не палить то не надо Я не посмотрел во время Он пошел на трефа И я на всех парах лечу спасать Трефа Треф армия Вот здесь Она постоянно потерпает отторов Поэтому моя помощь просто необходима Я подъезжаю сзади И грады, которые Были под прикрытием Зевсов Оказались прямо передо мной И тут ему приходится распаляться уже на Два фронта Это всегда тяжело Поэтому Он сливается Судя по всему он сливается, он отступает Много трефуна у него в армии Поэтому кречитом летать невыгодно А вот и агахамом и мамонтами пробить можно Так мы и делаем Тут по креплению подъезжает Зевсов Куда он идет? Он отступает на базу полностью Он не нападает Сюда Куда-то вверх Он просто отступает И это мои шансы догнать Много трефуна Чуть-чуть больше, чем 5 звукообразов Тайфуны в этом плане очень выгодны День Даже не знал, за что им такая подлажка этим тайфунам Всего два туманных очка Он почему-то бьет по хамелеону Хотя моей армии там практически нет Но в том, что правильно делают В это время потом бьет по хамелеону Мамонты его разбирают В принципе, это выглядит очень-очень многообещающе По крайней мере Уничтожили мамонты Кто-либо гонялся за призраком То есть за хамелеоном В принципе, я потерял тут Хамелеон один потерял Несколько яков потерял Но основная ударная мощь В этой атаке была именно мамонты И они свое дело не сделали Нижний проход у меня весь тут заминирован Ну, в принципе, это не такая же помеха для Зеса под щитом Но, как минимум, задержать И отбить желание атаковать мою базу Это должно помочь Без раскладки тут град А вот он заметил мою армию Но уже поздно Уже поздно Несколько танков он потерял еще до момента атаки У меня хамелеон сел И, короче, надо отступить Надо отступать Тут у меня второй хамелеон включается И подъезжает на поле боя В это время треф Дожимает зеленого Граду пробивает Но не достает до моих армии И, естественно, получает плюх Включая сильную разведку Чтобы дальше видеть И было проще пробивать Впереди бежит отчаянный пехотинец Который станет пушечным мясом По крайней мере, он разведывает Местоположение моего оппонента Стенки сносятся Интересно, зачем, кстати То ли он такой проход сделал, чтобы туда треф кинуться И под граду попасть Не знаю Но стенки он себе снес Какой-то у него скитроумный план Я получаю плюх опторов В очередной раз уже Перекрестным огнем меня накрыли Это очень больно выглядит Одновременно с торами Вот так и выдвигается Зевс 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 поспешил Десять миллионов И, естественно, попал под огонь Такой очень мощный стрел Что-то потерял управление Наконец-то включился миллион И вот, да, вот здесь Этим узким проходом Выезжают Девсы Очень хорошая мешань для мамонтов Но мамонтов-то уже нет Собственно говоря Мамонты потерпели крушение Щит впереди Впереди всей армии едет щит Соперник потерял контроль Судя по всему Но убить щит я не успеваю Я отступаю Потому что Меня сейчас возьмем в клещи И абсолютно никаких шансов не будет Есть только один шанс Это отступать И надеяться, что он меня сейчас Верху торами не прибит Потому что Иначе база будет просто пустая Отступили Но соперник-то не знает Что база мне пустая Поэтому В активную атаку не идет Налет торов Ну и В принципе Один тор упал Разменялся на одного Мамонта Не так уж и плохо Кречты налетели И спасают меня Зевсов по щитам Без щита Зевсы уже не такие страшные Поэтому с ними нужно воевать Кречты и мамонтов Это отлично разбирают Какой-то град залетный Зеленый В общем явно Сейчас Очень-очень плачевно Вот по крайней мере Выглядит его база Уничтожают штаб Последнюю армию Сливает на Попытки Уничтожить меня Собственно говоря Уже некуда строиться Практически Только вниз К синему Инициативу Мы перехватили Центр карты Мы кое-как держим Поэтому У нас сейчас есть преимущества И этим преимуществом Надо пользоваться Так Тут ускорим Я тут На красный На красный Перешел Опа Это штаб Он тут штаб Отправил Я выдвигаюсь туда Пока он там Открыл Благодаря тому Что он сам Себе свои стенки Снес Он открыл Отличный проход Для армии Вот и все Зеленый пал Практически Шансов у него нет Без штаба Без армии Он ничего не сделает И он находится Только на щит Синего А синий Имеет очень большую армию Стоит до последнего Сдаваться он не будет Большая Очень хорошая армия Плюс ракеты Плюс торы В общем Трудно Даже одному синего Добивать вдвоем Будет крайне трудно Но тут уже Можно без бостов У нас уже явная Инициатива Двое против одного Как бы это не было Трудно Мы просто обязаны Тут справиться Если мы не затащим Это будет очень странно Хотя армия В обереке Очень угрожающая И страшная Но Когда по ней Проехали Скоречка Она уже Не такая Не такая страшная Как была Мой отряд С такой фермой Сидя за ракетками И пвошками Лучом Долбить Можно очень хорошо И зачастую В боях Один на один Так и делают В боях Два на два Просто нет возможности Ну точнее Возможность есть Но не всегда Не всегда Это получается Потому что В боях В боях Два на два Куда больше Динамики Когда двое Какого Атакуют Одного Например То В принципе Выйти Куда сложнее Чем в боях Один на один Какой бы то ни был Скилл Какая бы Туда не была Ферма Когда две армии Такую Как на базу Тут Ни вкин Ракетки И тоже Просто так Не помогут Ну помогут Но Шансы Победить Двоих Нероков Куда больше Луча Тут Собственно Говоря Нет Поэтому Мы Спокойно Развлекаемся Доводим Это дело До конца Ядерки Строем И будем Мочить Ядерками Сейчас посмотрим Что сделают Ну тут Ядерки Не фуловые Не знаю Какую трафу Вили Не фулов Так Сейчас будем Смотреть Ядерка Ядерка Трафа Уже Готова Так Запускает Траф Ядерку Смотрим Что Сделать Ядерки 10 секунд До Выноса Кстати Надо Было Не мочить ПВО Получается Половина Ожневой Мощи Ядерки В пустую Удар Ядерки И Минус Одно Здание Минус Одно Здание Которое Сделать Траф Где Моя Ядерка Моя Ядерка Уже Тоже Готова Влетать На Базу Синего Тут Она Естественно Ничего Не Вынесет Ядерка Не докачана Против Овых Зданий Один Залп И Сколько Жизнь Осталась Ну Так Потрепал Знатно Сколько Осталось Жизни Непонятно Ничего Не убил Но Потрепал Ну Ладно Тоже Пойду Готовим Запускаем Вторую Ядерку Даже Тут Успорить Тут Траф Траф Готовит Свою Ядерку Разносим Всю Базовую Ядерку Вот Ядерка Оставляем Буквально Несколько Знаний Для Того Чтоб Ядерка Пробить И Посмотреть Что Ядерка Сделать Против Бункера Бункер Не убило Завод Не убило Бункер Короче Ничего Не убило Моя Ядерка Уже Почти Готова Четыре Здания Четыре Почти Добитых Здания Против Ядерки Ну Тут Она Должна Справиться Тут Если Она Не справится Будет Очень Странно И Залп Ядерки И Все Четыре Здания Уничтожены Ну Так Это Неплохо Против Против Дохлых Зданий Да Вот Такой Нежданчик Получился Думали Сольем Но Затащили Бой Получился Очень Динамичным Напряженным Спасибо Всем За просмотр Подписывайтесь На мой канал Ждите Новых Видео Надеюсь Такие Боли Будут Почаще Поэтому Буду Стараться Вкладывать Всем Спасибо Всем Пока Субтитры